Сегодня завершающий день эстафеты Олимпийского огня на Среднем Урале. Огонь зимних игр побывал в Нижнем Тагиле, дважды в Екатеринбурге, а сегодня Олимпийскую эстафету принимает Каменск-Уральский. Ну а мы запускаем информационную эстафету. Начинает Дарья Степанова. В воскресенье эстафета Олимпийского огня добралась до Каменск-Уральского. Такое ощущение, что встречать огонь на привокзальную площадь собралось половина города. Несмотря на весьма прохладную погоду, в Каменске минус 15, на привокзальной площади несколько тысяч человек. Многие встречают Олимпийский огонь при полном параде. Даже на собаках патриотичные костюмы, а каменцы заранее купили наряды с олимпийской символикой. Олимпиада когда у нас еще будет? Была только в 80-м году. Когда сейчас будет? Неизвестно. А тут часть Олимпиады. Это замечательно, это здорово. Олимпийский огонь доставили в Каменск-Уральский на поезде. И больше часа его прятали от людских глаз хранителя огня, чтобы вовремя с точностью до минуты передать пламя первому факелоносцу, чемпиону мира под хэквондо Андрею Крессу. Центральные улицы города, где проходил маршрут эстафеты, оцепили еще в 9.30 утра. Пришлось остановить и междугородние сообщения. К слову, за порядком следили и с неба, и на земле. Посмотреть на огонь и поддержать свою учительницу по физкультуре Антохину Юлию пришли ее ученики. Олимпийский огонь – это факелосвет. Наш учитель несет от Урала привет. Огонь бежит по регионам. Мы в Сочи будем чемпионы. Протяженность маршрута Олимпийской эстафеты в Каменске-Уральском – 5,5 километров. Священный огонь несли 25 факелоносцев. Завершал Олимпийскую эстафету вице-чемпион мира по мотоциклетному спорту Евгений Щербинин. Для него подготовили сразу два мотоцикла. На всякий случай. И вот заключительный круг почета с факелом Олимпиады. Ура! Олимпийская эстафета завершилась в Каменске-Уральском сегодня днем. После священный огонь поместили в лампаду и отправили в соседнюю Курганскую область. Дарья Степанова, Алена Кононова, Радик Аскаров и Леонид Маслов. События. Итоги недели.